вот они вот эти все большие площадки вот все 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 здесь превращается в рынок но вещи я сейчас по магазинам посмотрел средняя цена футболка обычная 5 долларов в среднем пола с воротничками разной 10 долларов то есть конечно скорее всего на рынке она все будет подешевле знаки еще сцены но по любому будет дешевле вот принципе все тут вот мы уже почти на набережной теперь на пляж хочется на котором я здесь все время купался блин вообще не знаю что такая таки мир я люблю теперь это у меня действительно я убедился в том что это у меня один из самых любимых городов здесь какой-то вот у него есть такой домашний такой уют комфорт я не знаю как назвать сейчас я поищу тоже денисбанк что она нам сказала где без процентов снимаешь дена это денисбанк нашла и тут вот куча банкоматов опять же если денисбанка этого не будет то я просто не не знаю где она это все то есть где он находится самое будет интересно если что море людей не увижу я что-то вообще людей почти нету по городу чего за фигня я не знаю так секир банк где же это денисбанк халк банк и опять никакого денисбанк не вижу блин где он вот этот насоветовал дешево найти сказала бы лучше все там вот уже идет в параллельно от этой дороге набережная отель первая линия с пляжами своими главное что тут не заблудишься с того же отеля ривера можно ходить как угодно и вы все равно выйдете все равно не заблудитесь можно сюда идти вот сюда мы выйдем к полицейскому участку как я показывал нету ребята нету никакого денисбанка я не знаю что она имела ввиду блин она по счет назвала бы альтернативу 2 какой-нибудь а вот здесь была аптека что-то я помню кому-то мы здесь лекарства покупали заходили чё-то я вроде не вижу нету никакого денисбанка нет здесь я не знаю а вот он вот он денисбанк так запоминайте логотип короче насколько это правда я не знаю я проверю конечно вот денисбанк это сказала нам гид наша которая нас встречала что он без всяких комиссий вообще сейчас попробуем снять деньги потом его себя уже по банкингу проверю больше всего я боюсь что будет только турецкий язык но слава богу азар ленгвич и другие языки и здесь мы выбираем даже русский есть вводим пин-кодик где тут так и теперь у нас чё тут ничего не пойму наличный аванс на турецкой лиры выбираем нам надо снять 20 что а другая сумма тут нету до двадцатка минимально снимается подтверждаю квитанцию то нет не обязательно нам квитанции то еще может быть за распечатку квитанция какая-то сумма сниматься поэтому то сейчас посмотрим мокрый весь вроде вроде сегодня как бы не жарко но все равно все равно мокрый карту андало сейчас даст деньги сундул один по десяточке по комиссии я проверю потом посмотрю скажу точно снималась какая-то комиссия ли не тот десяточка новенькая такая красиво вот она любимый кемер блин ну тут как тут хочется везде отходить где был блин ну и просто ты сейчас пройдусь по покажу фонтан в котором я всегда из земли фонтанчик который бьет которая всегда купался скажем так дэннис банк в общем я его нашел логотип вы запомнили находится он увидели где кемер буквы где стоит памятник кстати когда был тут в августе тогда что-то этот фонтан по моему не работал или работал я забыл же сейчас покажу фонтанчик но тут я любил посидеть всегда и фонтанчик который из земли белот есть у него не сейчас посмотрю ну тут принципе сразу выходила на пляж который к нашему отелю относился то есть прям по центру вот 30 сейчас 30 раз фонтанчик который бил из земли блин оди он понял фонтанчик который бил из земли сейчас не работает походу вот он там всегда на лавочках сидел вот в том кружочке он находился из земли блин вот настолько ностальгия просто реально не могу передать два года два года конечно это дофигища и такое впечатление что я здесь был реально вчера просто вчера блин ну это я не знаю как это объяснить здесь где-то мой пляжик единственное что мне здесь не нравилось это то что здесь рядом стоянка я и был такой момент неприятный когда один раз я пришел на море я в шоке было все что люди купаются они все делали вид что они этого не видели но тот кто приехал и тот кто там купался в каком-нибудь железном порту там все понятно вот люди кто каждый день здесь видел чистую воду почему они не обратили внимание короче все было в такой масляной пленки и плавал разное дерьмо ну не дерьмо в прямом смысле слова хотя может быть она тоже ну то есть все было вода была вся в каком-то мусоре мало того что была пленка вот это от масляны и какой-то непонятный мусор это короче так понял просто яхты скидывать свой этот балласт блин ну канализацию свой сливает или я просто был шоке реально потому что все это держалась несколько часов это с утра прям было не может быть рано утром скинули когда никто не видел и вот это вот единственный минус то есть то что яхты могут здесь подосрать и навредить воду чуть-чуть испоганить так вообще пляжик тут шикарный ну кстати опять же два года назад когда не летала россия на турцию здесь было людей гораздо меньше то есть вот опять же глядя на заполняемость можно сказать что тогда здесь был в плане вообще людей рай был плане мидма меньшего их количества короче вот а так классно здесь тоже камушки заход в море тоже лучше в тапочках здесь конечно водичка тут классная красивая прозрачная как-то она здесь выглядит даже лучше чем чем юве не знаю чем объяснить вот она здесь когда по прозрачнее выглядит даже я в точке да и тоже такое чувство как будто здесь было не два года назад как будто я здесь вчера был столько прикольно вот они короче плавут поручается в страну чем ювы где я сейчас нахожусь раз флагом находится здесь по горе запутался как ориентироваться то есть если я не плаву туда значит чем ювы туда вода такая прикольная смотрю все на воду у нас здесь такая прозрачная у нас там сейчас даже не такая ну либо там у нас песок проскакивает только камни потому что не такая прозрачная вода как здесь здесь вообще просто супер красота как по памяти знаю что дети онлайн парк это где-то находится по правую сторону слева яхты право да вот как-то кемер он даже в плане прогулок вот как-то он больше больше мне нравится что себя сегодня тут на топаю по кемеру за стать автобусы тоже ходят ну хрен его знает я же без понятия надо мне возвращаться к мечети не надо может здесь где-то можно было сесть на автобус вот она эта гора по моему которую меня здесь находится когда там купаясь чем юль это по моему она дата на где наш манлайн а людей реально мало да на пляже есть как бы люди тоже не аншлах а здесь как-то вообще не знаю очень мало людей если честно я уже абсолютно ни хрена не ориентируясь где башня куда идти вообще уже нифига не понимаю если честно об этом буду спрашивать возможно где-то здесь можно будет сесть на автобус чтобы не не берется в центр уху немножко замахался тоже вот везде такое впечатление как будто я здесь вчера был здесь мы ходили на яхту грузились когда плавали ходили море с капитаном ибрагимом шикарно было дешево сто по-моему 5 баксов мы катались несколько часов и останавливались живописнейших местах сначала в гроте потом сосновым таком гора с соснами потом еще ну на купание останавливались он онлайт вот мой нюх меня доводит туда куда нужно то есть я как бы долгом не знал куда идти но примерно чувствовал знал и опять же такое ощущение как будто я отсюда и не уезжал не знаю чуть чуть за такое у меня как будто я вообще местный не было двух лет а да блин ничего хорошего за эти два года не происходило здесь я не был не мог просто приехать не за что как бы сейчас не за что долгий в лес и зато и здесь людей подозрительно вообще сейчас здесь еще но здесь местные по идее должны быть вот он онлайт тоже как-то тишина такая уже и там тоже никого нет сейчас выйдем на набережную там посмотрим купалась настолько много людей мы сюда попали тогда когда здесь был как раз выходной день много мест на было и купалась настолько много людей что вот вода увидели какая там была прозрачная а здесь она была почти как в азовском море не знаю то ли за количество людей то ли я не знаю почему то есть я был просто в шоке если честно я даже купаться здесь не захотел тогда сейчас посмотрим какая вода здесь уже по 3 доллара что-то у нас какие-то шмотки кстати здесь безумно много кафешек разных вот сегодня выходной же день до воскресенье то есть тут просто море было местных тут настолько было много тогда сейчас тут как бы тоже вот пусто то есть действительно пусто не знаю чем связано возможно местные уже не купаются поскольку для них уже как бы холодно либо я не знаю чем объяснить ну тут занято было реально все просто сейчас тут просто странно конечно вот водичка здесь кстати и сейчас вот она немножко такая вот но по сравнению с той что там было но здесь какая-то слегка мутного стадок да удивило меня конечно что никого нет вообще странно в принципе мало довольно таки в основном местные здесь потому что у всех отелей свои пляжи есть ну вот в принципе сам конец территории это туда уже не пойду вода теплая но на улице сейчас ветер я вот я вчера долго тоже сидел я боялся в воду зайти потому что ветер и купаться как бы ну купаться нормально но когда приходишь такое впечатление кажется что вода как бы холодная на улице холодной все плохо короче в итоге потом воду заходишь нормально а когда выходишь конечно немножко немножко прохладно вода здесь классная сейчас хорошая сейчас пойдем я по памяти еще попробую вспомнить где находится аквапарк там местный ну не аквапарк а такие там горочки я помню что там нашел горки что-то тут блин чернобыль какой то почему ничего не могу понять столько было тоже людей блин фиг его знаю что вообще происходит тут вроде что людей полно как бы в общем то отдыхающих почему так рано закончился у них тут этот сезон у меня такое впечатление вообще что они уже давно не работают судя по виду вода уже вся зеленая ну такие вот горочки здесь бесплатные летом я так понимаю сейчас уже осень а представляю как тут уныние какое здесь зимой наверное парк дельфинов я кстати забыл что здесь парк дельфинов был не помню но я в него не ходил погода такая какая-то неадекватная вот на солнце плюс 30 показывает радость жарко пишет в день когда заходишь и где полная тень и ближе к морю особенно ветер когда реально становится чуть ли не холодно здесь вот по кемеру всему вдоль пляжной линии опять же в основном отеле первой линии и их пляжи и тоже все пляж и отель территория отеля разделяется пешеходной зоной то есть можно спокойно пройти практически вдоль всей береговой линии слева изучать территории отелей справа смотреть на их пляжи и идти по такой приятной дорожке ну здесь уже чуть-чуть люди попросыпались видимо ну не комфортно ветер будет ветер такой ну может быть не то что прохладный но как по мне так немножко прохладный хотя на самом деле он не прохладный но просто он дует и я представляю когда выходишь с воды это конечно не очень приятно что он дует поэтому может особо как бы и покупаться мало кто вообще как покупается здесь сейчас а 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 Какой большой конь, какой-то красивый, большой, большой красивый конь, да? Ух, какая шерсть у тебя, красавец. Это пает, конечно, красотища. Во многих отелях ходит охрана между пляжем и отелем, чтобы чужие люди на пляж не заходили с этой стороны. Ну, вообще сама идея, конечно, уникальная. То есть, если бы это было где-то у нас, допустим, да? У нас бы никакой речи не могло бы быть, если идет территория отеля и справа ее пляж. Никто не смог бы ходить между пляжем и территорией отеля. Здесь же, получается, спокойно можно идти, изучать отели, изучать их пляжи. Ну, в принципе, пляжи здесь обычные, вот даже если учесть, что это все пятерки. И, я не знаю, территории большие тоже вряд ли здесь у этих пятерок, поскольку вот они, оно все на виду. И сами пляжи, они довольно-таки узкие. То есть, вот я смотрю, сами пляжи, они узкие. То есть, вот она вся линия. Когда здесь сезон, получается, на этом узком... Ну, я не знаю, я не в восторге от этих пляжей здесь. Тем более, если учесть, что это пляж пятизвездочного отеля. Достаточно узкий, достаточно маленький, я так думаю, все-таки. Знаю эти места, здесь я гулял. Селфи с ней сделать нереально. Вот этого дядьку помню тоже. Царо книгу сидит, читает. Два года назад я с ним уже знакомился. Сейчас... Снеги хор Yeah, так... Вот это я, отелял с кем. Плажа Укра. ВRP, плажа полностью. Плажа. Плажа зону. Впрочем, вылезает шторами. Субтитры делал DimaTorzok И вот красивые места здесь И дальше Здесь я не знаю что-то дальше Поход закрыт и дальше там еще идут какие-то отели То есть в принципе набережная тянется Еще дальше Ну туда я уже не пойду наверное Надо ехать домой Это что-то мне похоже По-моему сейчас гремело что-то по прогнозу Который я смотрел 3 дня назад Были написаны сильные ливни Несколько дней Еще этого не хватало конечно Надеюсь может пронесет А может и нет Такая эротичная порнографическая композиция Оригинальная Видно вам? Да Прикол Так теперь начинается Квест Найди Кемер Тауэр Честно слева нифига не вижу Я понятия не имею куда мне идти сейчас Но надо искать Кемер Тауэр Тауэр Отельчики большие Вот возле солидных отелей И светофоры стоят Прям возле выхода в отель Наверное очень серьезный отель Если у него Прям возле него светофор поставлен Куда я вышел Это аура Дискотека знаменитая Инферно вторая Тоже по-моему дискотека Аура вчера Закрытие было Сезонное Так Теперь мне надо вправо Куда-то Чтобы попасть в центр И двигать Вправо Ох Какой красавец лежит Большой Спит Да Тут уже чувствуется Реально чувствуется Что уже не совсем сезон Реально чувствуется Домики Тишина везде Красиво все Фемирос Чувака Вы сидели Тут с которой Ехал С Николаева С нами Я уже часа два Хожу С половиной По Кемеру Заблудился Конечно же Но сейчас Иду как бы наугад Все равно тут Как бы Ну то есть Я уже Исходил Вдоль и поперек Сейчас надо выйти На башню Вот она Центральная Эта улица Которая идет С пляжей Куча магазинчиков Тут всевозможных И вот она Долгожданная Башня И путь Держим на нее На этом Поездка в Кемер Заканчивается Вот автобус мой Пошел Кстати Где теперь остановку Найти Ой проходил я Здесь не хило Блин Около трех часов Пешком Все время Ходил То есть Километров 10 Это самый 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 Минимум Больше Держим Там ГОН Заканчив Уторв Держим Там 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 « je